АЛТАЙСКИЙ КРАЙВЛИЦАХ Есть еще одна составляющая. Алиса Вячеславовна – коренная жительница города Барнаула. Приезжий человек достаточно долго привыкает к краевому центру. Правда, стремительность и уплотненность дня сегодняшнего не оставляют времени на раздумья. И каждый раз, вглядывая в современный облик столицы Алтайского края, понимаешь, что где-то невдалеке по времени город был совсем другим. Он читается по старым купеческим домам в центре, но их все меньше. Я уже, однако, прожила немало на свете. И вот город-то менялся на моих глазах. Надо сказать, что чисто внешне, конечно, все изменилось, ничего не осталось. Только в памяти остались какие-то старые улочки, старые домики. Все стало красиво. Что у нас неплохой город, в принципе-то. Он маленький, компактный, уютный. Может быть, и не такой маленький. Современный становится современным. Красивый. Но дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Я очень рада и счастлива в этом плане. Заводов было много. Работа шла. И, наверное, мы себе представить не могли, что настанет то время, когда все это закончится. Но, к сожалению, не закончилось. Но мы жили достаточно стабильно, достаточно устойчиво. И, в общем, творили героев тех времен. Бригадиров комсомольско-молодежных бригад, которые работали на заводе, работали в сельском хозяйстве, делали всякие дела, нужные тому времени. Вот, вы знаете, я говорю не в плане каких-то ностальгических. Нет, это не ностальгические моменты. Наверное, это больше какая-то констатация факта того, что произошло. Опять-таки, ну, правили мы говорить, что произошло, правильно это или нет. Алиса Вячеславовна – выпускница одной из элитных школ нашего города, номер 27. Она сохранилась и в настоящее время, но в другом здании. Одной из сильнейших составляющих в этой школе была гуманитарная. Литературу не просто знали, ее любили и педагоги, и учащиеся. Эту школу закончил один из ярких лирических поэтов Алтая Борис Капустин. А это была школа, всем школам школа. Она вообще гремела по краю. Там был очень такой, понимаете, подобранный, я бы сказала, учительский коллектив. Очень были силы мощные, педагогические кадры. В плане знаний они давали очень много. Вот вы понимаете, то есть вот такой был объем знаний. Вот сейчас говорят, да, дети там не справляются часто в школе, потому что очень большой, то есть объемом дают что-то еще. Но я не знаю, как сейчас дают, мне сложно судить. Но то, что давали нам, это настолько было прочно. Вот это был фундамент, это был задел. Вот вы понимаете, я по складу своему гуманитарии, мне как бы, что 2 плюс 2, 4, это ни о чем не говорит. Это могло быть и 6, и 8, и 10. То есть тут полное отсутствие, вот говорят, правое полушарие, оно не очень работает. Но что касается левого, все было нормально. И вот вы знаете, вот я сейчас думаю, мне не хочется опять-таки сравнивать, но сравнение, тем не менее, на ум приходит. Вот как нас учили любить литературу, любить язык. Вот насколько мы хорошо знали русский язык. Вот какие у нас были прекрасные учителя в этом плане. Вот та же Людмила Михайловна Стертак, которая создала литературный музей, который сейчас в музее истории искусства и литературы Алтая находится. Ведь это же ее, в общем, детище. И мы там все, ну все, 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 обо всех я не говорю, но очень многие там, как говорится, тусовались при этом музеи. Вот у нас было очень такое, понимаете, там был подобран уникальный материал в плане это писатели и поэты, связанные с Алтаем, которые были на Алтае, которые как-то писали об Алтае, причем это с далеких-далеких-далеких времен. И вот я помню, я тоже вела несколько писателей, там переписывалась, ну их уже не было в живых, но родственники были живы еще, вели мы переписки, вот. Потом при нашем музее как бы стартовали наши поэты некоторые, да, в большую жизнь, это то, что касается поэтов. Потом вы говорите о том, какие выпускники были. А вот я вспоминаю, это года на два были постарше нас, там был такой классный выпуск, он был сдвоенный, то есть когда шел одиннадцатый класс, десятый класс, это был вообще выпуск всем выпуском, выпуск. Там ребята ставили оперы, представляете, Евгения Онегина поставить, как это было вообще, то есть голоса были. Знаете, у нас очень, конечно, в 27-й школе воспитание было жесткое, я бы сказала, чисто воспитание такое. То есть у нас там надо было ходить по строчке. А вот как сейчас, помню, нас в начальной школе выстраивали на перемене, выстраивали там парами или как, и вот говорили, все, ребята пошли, и ребята пошли. То есть вот каких-то таких движений лишних нельзя было делать. Вот так надо было себя вести. Впервые с группой тележурналистов мне довелось пересечься несколько десятилетий тому назад. Помню предзимье в нетопленной гостинице Залесова. Трудно сказать, что снимали коллеги, но становилось понятно, что каждый кадр в эфире требует труда, мужества и терпения. Кстати, в этой группе была Алиса Вячеславовна. Ой, а довелось делать очень много. Ну вот опять-таки, если вернуться в то время, знаете, вот я тут уже как бы это самое вам про комсомольско-молодежные бригады сказала, мысли. Ведь не случайно они у меня в ассоциации со временем, потому что столько приходилось переделывать. Вот раз и вот так вот, вот так вот. Вот поедешь завтра, допустим, идет уборка в районе. Ехали на уборку. А кто на уборке? Ну, естественно, передовые звенья. Ну, естественно, передовые комбайнеры там. Или если это сев, то сейтели. Ну, передовой, значит, передовой. Надо было делать по передовому. Ну, не всегда, допустим, герой чувствуешь, ну, не тянет он. Ну, может, работает-то хорошо, говорит, плохо. Ну, всякое было. Ну, начинаешь за него там где-то домысливать, додумывать. И, в принципе, даже хорошо получалось. Я потом так смотрела, смотрела свой материал, думаю, ну, что, ну, даже хорошо. Я не знаю, узнал ли он себя, но я его вот таким как бы увидела. И мне вот он такой понравился. Вот. А потом, знаете, был такой момент, когда у нас решили на телевидении поэкспериментировать. Почему-то у нас было такое, что надо человека... Был такой момент у нас. Не слушать, а надо свою точку зрения отстаивать. Вот свое. Вот он говорит, а ты его сбивай. Он говорит, а ты его сбивай. Но это как бы... Я не считаю, что это есть правильно. Вот. Но, тем не менее. Вот пришли ко мне как-то ребятки, комсомольская молодежная бригада с одного промышленного предприятия, с ночной сменой. Ну, и ребята рассказывают, как они работают, что они делают там, чем они занимаются, вообще, что они есть из себя. И вдруг, в середине передачи, ко мне входит в павильон один товарищ, он у нас уже не работает давно, решили поэкспериментировать. А вот сейчас я с вами поговорю. А вот почему вот это вот не так? А почему вот это вот не так делаете? А почему... Извините, это советское время. Ребята делали то, что полагалось. То, что им не полагалось, они не делали. Ну, вот такое было, понимаете. Сказали, да, да, ну, вообще, это интересная находка, интересная. Хотя я особого интереса не увидела, но, в общем, вот так вот оно было. Алиса Вячеславовна – журналист во втором поколении. Ее родители работали многие годы в самой крупной краевой газете «Алтайская правда». Вот столько было интересных героев, столько интересных моментов. Вот, знаете, я даже помню, какой был Никита Джигурда раньше. Вот это мало кто помнит, какой он был нормальный человек, когда только-только начинал. Он у меня был в программе. Потом мы так с ним встречались, общались. В общем, я вот выезжала в Павловск, когда снимал все фильмы, в котором он принимал участие. Вот я его так не помню. Вот он такой. Сейчас, я понимаю, идет имидж там какой-то, ну, человек, в общем, ищет себя. А может быть, он же себя нашел. Телевидение технического университета, ну, я считаю, одно из лучших. Программы делаются профессионально. Заводов нет. Все равно есть производство, и для него выпускаются специалисты. Тем более сейчас вот какой-то всплеск, подъем интереса именно к инженерным кадрам, что было, в принципе, уже какое-то время назад. Ну, не было такого всплеска, не было такого подъема. А такие специалисты нужны. Тем более, что, понимаете, вот то, что касается университета, он же выпускает самые различные кадры. Выпускает прекрасных программистов, факультет информационных технологий есть у нас такое. Ребята очень хорошо устраиваются по окончании, потому что сейчас, в принципе, то ведь молодежь вольна выбирать, что она хочет. Списываются, узнают, где они нужны во время прохождения практик. И находят очень интересные. Даже за рубежом находят интересные компании. И потом, так сказать, делают карьеру. Есть у нас такие ребята. Поэтому, как бы, технический университет, он, что он был, что он выпускал кадры, что он есть, что он продолжает выпускать кадры. Которые, ну, если к тому еще и, так сказать, есть голова на плечах, все нормально. Люди себя находят. В прошлом году из факультета пищевых и химических производств у них тоже очень такой вот рост хороший пошел. Они разрабатывают продукцию очень интересную. У них очень интересные разработки, участие в различных выставках, в различных мероприятиях. Там, в принципе, люди могут познакомиться с этим, могут попробовать. Единственное, что, понимаете, наверное, нужен интерес какой-то встречный, чтобы вот эти разработки, они получали такое вот воплощение уже чисто производственное. Потому что, ну, мы же учебное заведение, у нас же нет мощности, чтобы все это делать. Но специалистов мы выпускаем хороших. То есть ребята хорошие разрабатывают рецепт, разрабатывают различные технологии. И вот он, холодный май 2016 года. Наша беседа, в которой не только фактография, но есть и духовные составляющие. Допустим, коренной ленинградец, коренной питерец, да? Вот это интеллигент, да, до мозга костей. Их тоже мало осталось сейчас. Это вот, это очень воспитанные люди. Это люди, которые, ну, как бы уходящая, скажем, да, натура. Вот. Про барнаульцев так, наверное, и не скажешь. Не скажешь. Потому что все равно город, он в основном, он же, знаете, он пригостал-то из села. То есть приходил сельский житель и приносил свое. Ну, я знаю, когда я, например, приезжаю откуда-то, пусть я на короткое время выехала, пусть просто я из командировки приехала. И вот я въезжаю, ну, не во все районы, а надо въехать в свой район. И вот вы знаете, вот вдруг тебя окутывает что-то, не пойму что-то, вот какая-то, вот все, ты приехал, ты на месте, это твое. Даже пусть холодная погода, это может быть тепло. А чего это, я не знаю, чего это ощущение. Это на уровне ощущений. У меня вот это так во всяком случае. Вот я не знаю, я в другом городе, например, я могу идти, вот это мне может нравиться, вот все хорошо, все, но тебя это не окутывает ничего. Вот ты как-то, понимаете, без какого-то кока найдешь, какой-то ты весь открытый и незащищенный. А здесь ты весь свой. Вот ты вот закрылся, пусть тебя кто-то закрыл, и тебе хорошо, комфортно, спокойно. Вот я, я тайну нашла в ощущениях.